Как история началась? Когда мы ее купили, она была самая такая маленькая, бегала, веселилась, кушала травку, все было хорошо, пока я не узнал, что она будет на суп. Я очень в этом расстроился, и когда прошло где-то уже года два, я подумал так, что почему ее не оставить, и типа не гулять там. Потом у меня стали появляться разные имена для Дуси. Сначала у меня вообще было кустик, дальше Керри, потому что я вообще думал, что это мальчик. Когда она снесла первое яйцо, мы узнали, что это девочка. И после этого я где-то через дня, дня три-два подумал, что, а почему не назвать именем Дуся, именем Дуся. Евдокия, Дуся, сначала такие вот было, а потом как-то так прижилось там все такое. Сначала было такое, что, а может не надо, а может точно, ты точно это уверен? А как она будет гадить, а как она где будет спать, и все такое. Как она в холоде, она же будет на балконе, и все такое. Ну, я так все ей хорошо рассказал, что там будет так-то, так-то, что она будет зимой приходить нам, там, или будет в моей комнате, я буду за ней каждый раз убираться, что буду там за ней ухаживать, буду там еду ей приносить, там все такое. И она так смирилась с этим. Хотели сначала сделать подгузники самодельно, там нашли уже материалы, уже хотели начинать делать, но в рекламе нам попались подгузники для гусей. Мы этим очень удивились, что даже для гусей делают подгузники, и только для собачек, и там кошечек. Сначала, когда куры побили кролика, была проблема, что у него было больное ухо. Когда кролик был в зале, и Дуся выходила из балкона, она всегда бегала за этим кроликом, пыталась укусить его. Ну, потом, где-то через месяц, два или один, они примирились, и даже более-менее дружить. Сейчас у Дуси и Сатурна конкуренция, кто кого будет больше любить. И сейчас или Дуся может напасть, или Сатурн может подъесть пшено. Первая реакция, когда мы вышли с Дуся, это до нас подбежали дети. Мы где-то часа два не могли оттуда выйти, что все. Вот дети набежали, это увидели их не родители, увидели просто проходящие, кто просто шел по делам.